Всех приветствую! Сегодня будет очень непростая, щепетильная тема, на которую имеют мнение и взгляды с очень разных сторон. Тема фотографий возле храма. Недавно было возле мечети большой всплеск фотографий возле православных храмов. Сразу тоже появилась, буквально сразу после мечети, новая фотография возле православных храмов. Но видео в целом будет не о религии. Будет интересно. Погнали! Итак, недавно, совершенно, я был в отпуске, я особо не заметил, потом уже мне прислали много материала, я все посмотрел. Была сделана фотосессия очередной русской шаболды, по-другому я не могу назвать ее. Это именно шаболда, это была русская женщина, девушка, которая сделала отвратительную фотосессию в Нижнем Беле, такую блядскую, по-другому не скажешь, возле мечети. Потом, сразу же, через буквально два дня, насколько я понял, появились очередные фотографии возле православных храмов. Храмов с таким же опять поведением и видом. Признаюсь честно, меня опять заболели письмами, комментариями от, назовем, как объединить, мусульман, да, потому что разные писали. Но, в целом, одни выделялись сильнее, как всегда. В общем, с призывами, чтобы я лично извинился перед всеми кавказцами за вот эту фотосессию возле мечети. Ну, такой, знаете, парадокс, и хрен ты его распарадоксишь, то есть, бесполезно. Почему-то именно перед кавказцами, хотя у нас много разных национальностей, являющимися мусульманами, но почему-то именно перед кавказцами именно я лично должен извиниться. Я такой, как бы, типа, это, видимо, какая-то моя внебрачная дочь, и я должен за нее извиняться. Да, но при этом, например, никто из крупных блогеров не извинился за поведение Бабиева, который сфотографировался на фоне храма. Мало того, еще с такой же шаболдой, где они инсценировали оральный секс, и еще при этом оскорбив полицию. Я что-то как-то особых извинений тоже не заметил. Вот такой, знаете, пинг-понг, только так получается, что против меня играет, образно говоря, 10 тысяч человек, а я тут один отстреливаюсь. Ну, ничего страшного, я отстреляюсь. Итак, сейчас, внимание. Да, безусловно, безусловно, за эту осыпь, которая сфотографировалась возле мечети, мне лично стыдно, мне горестно. И заметьте, я прямо говорю, это русская была, русская шаболда, и что с ними делать, я не знаю. Ну, как-то будем пытаться, как-то будем стараться донести. Но мы сейчас дальше коснемся, почему это сделать сложно. Да, мне за это очень горестно. Так же, как горестно и за тенденцию в целом фотографироваться и возле православных храмов тоже. Все мое окружение, все мои подписчики, естественно, такое поведение осуждают. Но, сейчас я объясню свою точку зрения. Она складывается в целом не из религиозности. Я вам скажу, да, я верующий человек. Не сказать, что я набожный, и не сказать, что я очень прям выцерпленный. У меня есть духовник, к которому я хожу, и так далее. Но не сказать, что я прям очень набожный, но я верующий. И супруга у меня верующая. Мы венчаны. Но моя позиция осуждения и выбор слов в сторону вот этих шаболт, я вам сейчас объясню, из чего она складывается. Вот у нас есть атеисты. В целом атеисты, адекватные атеисты, они просто люди с рациональным мышлением, которые берут и говорят, ну, ребят, я вот верю вот в это, вот в это, вот в это, для меня это неприемлемо. Кто-то до конца не изучил Писание и не понял философию, как правильно воспринимать там слова. Каждый имеет на это право, да? Но я считаю, что люди, которые намеренно оскорбляют чувства верующих, это люди, которые делают это с вызовом. Они именно хотят зацепить людей. И самое главное, самое главное, это неизменный поступок, это сволочной поступок. Но самое главное, вот это понятие и слово, которое мне уже лично очень сильно претит. Хайп. Сейчас люди ради любого дешманского хайпа, они готовы практически на все. И вот эти мрази, которые вот в нижнем белье выпячивают свою жопу на фоне храмов, они это делают не потому, что они атеисты, такие, да, что вот, ну, стоит здание, ты подумаешь. Нет, они это делают именно для того, чтобы сколыхнуть, чтобы им пришло вот эти сраные две тысячи подписчиков, таких же сумасбродных, у которых маргарин в голове, таких же. Они понимают, что, ну, мне сейчас дадут там, ну, 10 суток, ну, штраф, зато у меня прилетит две тысячи подписчиков, и обо мне в интернете расскажут, понимаете? То есть, также при этом есть у нас, например, крупные блогеры, такие, как вот этот вот товарищ с синей головой, крашенный с бороденкой. Солевая голова, абсолютно солевая голова. Либо он наркоман прям конкретный, либо он действительно болен. Потому что в одном интервью, в недавнем, он рассказывал, как он пытался сам себе сделать минет. Дотянулся и попробовал на вкус свой половой орган. Увы, мне приходится-то говорить, как оно есть. И ведущие сидели, с ним разговаривали, он рассказывал, как он, в каких позициях пытался сам себе отсосать. Вот вы как думаете, адекватный человек, который в разуме, он будет говорить, где делать такие вещи? И вот он совершенно недавно гнал также на верующих мусульман, как и на православных. И я сейчас придется мне его процитировать, увы, я сразу извиняюсь. Он сказал, что все чувства верующих для него это перхоть подзалупная и ебань. И там еще было много слов. Но при этом этот товарищ не задевает иудеев. И синагоги. Ну, вы поняли. У нас православных принято, что такая миролюбивая религия. И к этому привыкли, начинают этим пользоваться. Они думают, что подставь вторую щеку, трактовка прямая. У тебя по щам бьют, а ты вторую подставь. Трактовка-то не та, философия-то не в этом. Там совершенно о другом говорится. Почитайте, подумайте. Я не буду вам сейчас брать и опять разжевывать. Все есть, почитайте. И про этого блогера почитайте. У него просто очень много подписчиков. При этом мы на своих ресурсах стараемся наводить порядок, чтобы там никто никого не оскорбил. Никто не писал экстремистские вещи. Потому что за нами конкретно следят. Проверяют, скринят. А там сидит товарищ, который просто на. Из-за него никто не берется. Но я думаю, что все-таки скоро будут за таких браться. И его товарищи, про которых он не говорит, я думаю, ему уже помочь не смогут. И опять он сбежит, как все остальные, куда-то за границу. И будет моросить, какая у нас тут плохая страна. Но при этом, сука, они здесь находятся. Здесь они зарабатывают. На таких же, которые сидят и моросят. Ну, так уезжайте и работайте честно. На заводе там еще где-то. Ваш блог-то нахер никому не нужен. Где-то куда уедете? В Европе или еще куда-то. А здесь-то денежка какая-то есть. Ну, лицемерные твари, что сказать. И продолжаем тему фотографий возле храмов. Эти люди, вот как и эти блогеры, да? Вы поняли общую мысль. Они это все делают с издевательством. Я считаю, что адекватный человек, ну, не веруешь в Бога. Для тебя люди, которые веруют в Бога, ты их считаешь, ну, по меньшей мере, там, ну, хорошо, глупцы они для тебя. Но ты же не будешь, если ты в нормальном состоянии, братья специально их оскорблять. Зачем? Для чего? Зачем? Поэтому я, естественно, считаю, что люди, которые настолько плюют на целую массу людей, и это делают вызовом, это делают с оскорблением, а да, они должны нести наказание. В любом случае. И у нас существуют либеральные паблички. Я их называю либеральные паблички, потому как они, ну, по факту такими и являются. И у нас там в комментариях, у нас, господи, ох, заговорился, у них в комментариях происходит постоянный бред. Вот я захожу, читаю, они настолько это поддерживают. Вот выложили туда, что сфотографировалась мразь вот эта возле мечети. И там в комментариях, ха-ха-ха, хи-хи-хи, да ладно, что красава, ее поддерживают, и они дальше обсирают. Но более-менее следят за словами. Почему? Потому что они знают, что, в принципе, мусульмане могут действительно включиться, найти тебе за эти слова, поискать, заморочиться, найти. Хотя у них тоже считается миролюбивая религия, но все же они за свое стоят. И в этом их плюс на самом-то деле. Ну, если говорить объективно. Про православных там полнейший разнос. Там такое в комментариях пишут. Почему? Ну, потому что православные, они же такие, как бы, типа добрячки. Ребята, этот миф пора развенчивать. Пора развенчивать этот миф. И опять же, я всегда призываю, ребята, славяне, несойтесь, пожалуйста, на теме православные, там, баптисты, язычники, там, родноверы и так далее. Вот на этом теме, пожалуйста, не ссорьтесь. Ну, не то время, поверьте мне, не то время. Сейчас слишком сложное время, вы понимаете, о чем я говорю. Но все привыкли, что православные такие всемиролюбивые, парам-пам-пам. Ну, как-то надо чуть-чуть менять это. Чем хочу завершить? Опять же, хочу сказать, что мне одинаково, одинаково стыдно. Я одинаково, честно сказать, злюсь на вот этих баб тупорылых, малолеток, взрослых. Там же есть, в Санкт-Петербурге, была баба с ребенком. Если посмотреть ее блог, который сфотографировалась тоже возле храма, с голой жопой. Вся в татуировках, перед ребенком ходит постоянно голая. То есть, там, ну, там просто. Я считаю, что вот как раз в таких случаях нужно лишать, в принципе, прав. Нужно просто забирать у нее ребенка, потому что это либо будущий наркоман, либо проститутка у нее девочка, либо еще кто-то. Ну, и сам факт того, как выглядит мать, как она живет, в принципе, все понятно. И да, мне стыдно, что у нас таких много. И да, мне хотелось бы, чтобы это изменилось в лучшую сторону. Не из серии, что у нас женщины будут ходить в вышиванках, такие вот, с венками на голове и так далее. Нет. Ну, просто, чтобы они понимали роль женщины в жизни. И мужчины знали свою роль. Понимаете? Поэтому, вот, я думаю, здесь дело не в религиозности, а в том, что люди сходят с ума. По-настоящему сходят с ума. Хайп, 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 хайп. И я надеюсь, что этих людей, как и сейчас, будут быстро находить и быстро принимать меры. И не из серии. Ой-ой, задели чувства верующих. А потому что этот человек, если он на это, в принципе, способен, и он это делает намеренно. Ну, как говорится, любишь, как говорится, кататься, катись нахер. На этом, наверное, мы и закончим.